Свобода в клубе Кааба в Праге на виноградах. Миф о чешском хоккее. Чешский хоккей как национальная идея, метафизика и техника чешского хоккея, хоккей и национальный характер, хоккей и политика. Мы любим игры. Игры, это если хоккей, если футбол. Чешские игроки, они не будут как канадские, только в период, только пробовать шайбу забросить. Но они любят, когда пас, 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 голь. И это наша игра. Раз мы играем первый матч, тогда мы очень вяло, чтобы как-то усыпить соперника. И второй матч, это уже мы агрессивные очень. И очень специальный наш подход к игре. Это когда мы забросим гол, мы сразу засыпаем. И удивляемся, почему мы в обратном порядке получаем голы два. Да, может быть, мы не лучшие, но мы можем каким-то своим упорством, своей отдачей побеждать. Это то, что чешские игроки очень часто говорили, что им гораздо лучше, когда они не фавориты, когда они могут только приятно удивить. Чехия – это маленькая страна, Чехия – небольшой народ, иначе от обороны жизнь их и общественно-политической не строится. И если игра окончилась со счетом 1-0, Чехия – Россия, предположим, это значит, что русские атаковали три периода, а Чехии один раз поймали в контратаке и забили гол, собственно говоря. Вот и после чего благополучно отошли в оборону. Хоккей для нас что-то больше, чем только спорт. Именно хоккей конститурует, образует вот эту вот часть чешской идентичности, часть чешского патриотизма и часть того серебра фамильного, которое хранится в чешском шкафу вместе с пивом, пражским градом, президентом Гавилом и всеми остальными заслугами, и который является ее экспортным товаром. 69-й год, после 68-го, это чемпионат мира в Гетебурге, где сборная Советского Союза проиграла два раза сборная Чехословакии, если я не ошибаюсь, со счетом 2-0 и 4-3, по-моему, вторая игра. Значит, тогда родился лозунг «Вы нам танки, мы вам бранки», значит, «Вы нам танки, а мы вам голы». Действительно так, 2-0 и 4-3, и вся Прага ликовала. И после 68-го года, когда был на Смихове, вот этот танк, на нем как раз нарисовали Чехи 2-0 и 4-3. А сколько там наших было с факелами, прошли по Праге. Это было национальное торжество. А один лозунг мне очень запомнился, что вот чешские хоккеисты смели частичку позора, что мне сопротивлялись с оружием в 68-м году. В этом 69-м, это я прекрасно помню, действительно получалось то, что вот на поле брони, поскольку вас, немцы, или вас, русских, столько, там мы победить не сможем. А вот на поле боя, где силы равны, там, оказывается, мы вполне приличный соперник, я так бы сказал. Сейчас чешские игроки идут в Россию, и они играют в российских клубах, как Ягр. Это очень интересно. Он с номером 68, чтобы показал, что в 68-м году советские армии пошли в Чехословакию. Он показывает сейчас в КХЛ. Вот этот номер 68, и уже не говорит об этом, что это значит. Ягр, особенно после этого последнего мирового чемпионата, это национальный герой. Для молодой генерации уже проблема. Россия, Канада, Соединенные Штаты, это все равно. Если мы раньше буквально ненавидели каких-то лиц в советском хоккее, то сейчас вот такой Тихонов или другие тренеры большого масштаба, сейчас уже их люди понимают и смотрят с большим респектом, с большим... Вот этот человек, который что-то действительно сделал. Лучше всего, конечно, помнишь детские воспоминания. Это Николай Озеров, как он говорит, сборная так с растяжки Чехословакии. Все время он как-то это разделял. И мое абсолютно детское непонимание. Если ты, Николай Озеров, говоришь, что Чехословакия наши друзья, черт побери, почему они у нас выигрывают? Вот это ощущение у меня было. И могу признаться, что я отчасти не понимаю этого до сих пор. Если вы читаете чешскую газету после какого-то матча, не все, но в многих газетах вы читаете, они проиграли, чешская команда проиграла, или наши победили, наши чемпионы мира. Когда они проигрывают, это чешская команда, это они. Когда выигрывают, это наши, это мы выиграли. Михаил Дусик, спасибо. У Победы всегда много отцов, а поражение сирота.